Историю от прабабушки, которую я застала еще маленькой девочкой, прадеда не застала он у нас, был репрессирован в 1937 году. Но история нашей семьи ведется, есть большой альбом, альбом можно посмотреть. Но моя бабушка это большого добрейшего сердца человек и всех своих детей она любила, внуков, и все, когда еще девочкой была, и всегда хотела быть такой же, похожей на свою бабушку, ну, чтобы доброй такой же быть. Вот это моя прабабушка Мавру Даниловну, там тоже она в альбом есть. Ну и когда деда репрессировали в 1937 году, получается, всех детей она одна поднимала. Когда наступила Великой Отечественной войны, вот горе для матери, четыре сына ушло на фронт. Он и их одна сельчан включили в эту книгу, чтобы память продолжалась. И на первой страничке как раз мои бабушки и дедушки, потому что у них бабушка вышла замуж за деда Николая Семеновича. То есть у них фамилия Аверин, она А, здесь в алфавитном порядке, и у них на первой страничке пускали. Получается, бабушка собирала, дедушки же, наверное, не было. И мы рисовали маленькое дерево, и дети, я сижу с одной стороны, что это фотографии. 1915 год. Ну вот, 15, да? И вот это вот все. Но все казаки, и у них они все воевали в гражданстве. Сколько поколений? Один медикам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он с китайцами, потом на китайской границе, все включил подряд. Вот, и это, а дед, вот тоже фотография была с этим. Три Георгия была у него, у моего дедушки. Ну я деда-то хорошо знала, и бабушка дедушка. У нас и до кострика-то не дойдет, да, получается? Я хоть понимаю, что это. А вы посмотрите, какие разносовые. Учесть осенний педух. А где-то вот пирог этот замечательный. Дайте мне пирог-то посмотреть. Смотрите, какой пирог. А тут какой пирог, кошку мой. Сегодня обязательно, когда на столе, должна быть дыргива. Да, заходи. А это каша. То, что касается обрядов по поминаниям, поминальные обряды, есть обряды поклонения, есть обряды, допустим, прошения, дарения, или что-либо, просьба какой-нибудь. Есть поклонение огню, обряд у нас, традиционно манайский обряд. Есть поклонение воде, вот этому. И есть обряд у нас, охотничий обряд, когда охотник одевает такую национальную одежду. Он идет как в простой рабочей одежде, а когда приходит на место, где постоянно охотится, да, его территория, у него есть священное дерево, и к нему он приходит, он делает поклон, совершает этот обряд, одевает при совершении обряда такой хороший, такой праздничный костюм национальный, и поклоняется, разводит костерчик небольшой, и вот поклоняется духом, его угощает, и вот через огонь, через дым, и общается, просит, допустим, удачи на охоте, чтобы было больше звери и так далее. А когда поклоняемся в воде, мы делаем коробочки, лодочки такие вот, их бересты, и вложим туда еду, ну, все, что постное желательно, все, не соленое. И отпускаем, как вот в веночке вы отпускаете, да, вот, Ивана Купала. А здесь мы просто отдаем на волю амура батюшке. Здесь еще есть обряд, когда мы переезжаем на другое территорию, или переезжаем дальнюю дорогу, мы останавливаемся либо у воды, либо у речки, либо у памятного места, вот, у каждого человека есть свое место, да, на трассе, допустим, вы часто ездите, и где-то там на каком-то определенном месте вы останавливаете, делаете остановку перед их, называется, да, и там мы проводим обряд. То есть прошение мы просим, если есть возможность, погода позволяет разводить костер, и если нет возможности, мы просто бросаем воду, то есть ту же пищу, те же конфеты, и совершаем тоже прошение на родном языке, мы просим также наших предков, чтобы вы на нас не обижались, мы всегда нас поддерживали, и в данном напутствии, вот, допустим, мы едем дороги, если в дороге мы оказались, мы просим помощь, чтобы нас оберегали, чтобы у нас было удалось. И уже облицовку сделали, то есть учитываем, и сейчас он у меня будет под дерево, уже заказали все. Ну, вот девочки, на том. Начинаем шаманский обряд разжигания огня. Вау! Вы посмотрите, как зарождается огонь. Молодец какой, ага. Есть еще? Все, видно, уже кинулись. Да, вернее. Котята, котята. Ну, вот, вот, вот. Грихония, да? Голочи, все бомбо. Ты не вы. Плэ, ах, ты не. Амика, сын. Я хочу польжи, а потом польжи. Печка, дядя, мне игрушка. Конфеты печи. Ох, хорошо полетел. Пляжи. Просто печи.